Приветствую вас и понимаю, что ситуация очень неприятна. Понимаю, что вы никак не были готовы к тому, что произошло, никак не ожидали такого вот мужчины. И то, что сейчас происходит с вами, повергло вас в некоторый шок. Шок, конечно, здесь достаточно естественная реакция, и вы действительно не понимаете, какая вам дальше жизнь. Во-первых, и, наверное, это самое главное, нужно понять одну важную вещь. Что молодой человек, мужчина, ваш мужчина, он пришел к тому, что есть сейчас, осознанно. То есть он осознанно делает такие вещи, как изменяет вам, как имеет отношение с другой женщиной, считая для себя возможным свободные отношения. Подобная политика, подобная стратегия поведения связана у человека с тем, что вообще говоря, у него уже это далеко не первые отношения. И за это время человек понял, что вообще-то говоря, сложно сохранять верность одной личности. Почему? Дело в том, что когда люди вступают в брак уже ни первый, ни второй, у них эмоциональная вовлеченность, личная эмоциональная вовлеченность в отношении с человеком становится меньше. И волей-неволей человек понимает, что вот быть преданным, быть преданным только одному невозможно. Да, это неправильно, да, это неверно, да, это аморально, может быть и так далее, но человек так думает. И ваш мужчина пришел к осознанию этого, как бы сказать, естественным путем. То есть для него это нормально. Он сейчас думает, что его брак, предыдущий брак развалился именно потому, что он старался быть преданным именно одному человеку, одной женщине. А ему сейчас кажется, что если он будет параллельно общаться с другими женщинами, другой женщиной, например, как вот с этой, то этот брак, то есть брак с вами, он сохранит, он сможет сохранить. Так это или нет, мы сейчас речь не ведем, важно одно, у мужчины такое мнение, и это мнение, оно осознанно, оно не является каким-то, ну знаете, вот эмоционально вовлеченным, да, оно не аффективное, оно осознанно. И это осознанность данного мнения, большая-большая проблема, потому что именно из-за осознанности у вас, по сути дела, нет выбора, кроме как, ну, принять за аксиому, принять за аксиому то, что мужчина вам сказал. То есть вы либо принимаете его позицию и соглашаетесь с ней и просто смиряетесь с тем, что происходит, либо вы не делаете этого, либо вы не меряете с тем, что происходит, да, а говорите, нет, прости, дорогой, меня вот такая ситуация не устраивает. И в том и в другом случае вы будете в своем праве, потому что это вопрос морали. Понимаете, ваша проблема, она именно вопросом морали связана. Да, морали, насколько угодно, говорит о том, что вывод, который мужчина сделал из своей жизни, что поведение, которое он сейчас придерживается неправильно, что оно вызвано рядом причиной, рядом проблем и так далее, все это можно сказать. Но все это не имеет, по сути, никакого смысла, потому что мужчина-то уверен в том, что у него все хорошо, мужчина-то не считает данной ситуацией проблемой. А раз мужчина не считает данной ситуацией проблемой, то и у вас выбор только один. Это в самой, в одностороннем порядке решать. Является ли для вас эта проблема или нет? Можете ли вы мириться с тем, как мужчина себя ведет по отношению к вам? Хоть вы пишете, что вам все равно больно, что вы измениться не можете. Значит, судя по всему, да, судя по всему, у вас нет такого морального представления о том, что вот подобное отношение нормальное. И это ваша правда. Вам нужно просто-напросто сделать выбор. То есть определить для себя, хотите ли вы жить так или хотите жить по-другому. И дать мужчине понять, что вы там не будете терпеть такое его поведение, все в ряда плечи. И все, по сути дела. То есть, вам нужно сделать выбор. Этот выбор, который вы сделаете, он и будет верным. Вы задаете вопросы. Эти вопросы связаны с тем, что вы определенно не знаете, как себя вести. Вы задаете вопросы. Значит так. Бывает так, что мужчина сейчас для семьи имеет отношение со стороны? Именно потому, что по всей вероятности, они ему для чего-то нужны. И скорее всего, для того, чтобы не разрубить брак. По крайней мере, так мне показалось, по-первых, впечатлить. Дальше. Можно ли сохранить семью, если он теперь хотел бы в отношениях свободы, а я верность? Вы знаете, верность, понятие очень личное. Если вы попытаетесь то, что вам мужчина сказал, воспринять буквально, то есть то, как он это представил. А именно, что он женщину любит, да, что он любит только вас и хочет семью, семью с вами, а с ней он просто в свободных отношениях. Это значит, что с его точки зрения он вам не изменяет, потому что для него измена это немножечко другое. Он любит вас, он хочет семью с вами, значит для него все в порядке. И вы не сможете ему, судя по всему, объяснить, что то, что он делает, является изменой, является неверностью. Потому что для него у вас обоих представления о верности и о неверности несколько разные. И поскольку подобное складывается в результате личного опыта, то нельзя говорить о том, что у вас в обязательном порядке получится донести до мужчины свое представление о верности. Потому что у него есть свое, это означает, что вы либо принимаете его представление о верности и отдаёте себе отширь в том, что он вам и со своей точки зрения не изменяет. Ну то есть вот вы просто проникаетесь в его правительстве, да, и понимаете, что он вам не изменяет. Либо вы все-таки оставляете определяющим, решающим свое мнение относительно того, какими должна быть семейная жизнь, какими должны быть отношения. И это ваше право. У вас никто не может его отнять. А обратно, наверное, нужно сделать. Сделайте такой выбор. Принимаете ли вы верность мужчины, то есть его представление. И тогда, если вы понимаете эту верность, сохраните отношения, семью можно. Но если вы не видите для себя возможным принять его представление о верности, а принимаете только свое представление, а если принимаете его, то считаете это уничтожением, вам больно, вам неприятно и так далее, то в этом случае семейное отношение сохранить не получится. Потому что получается, что мужчина в любом случае причиняет вам боль своим поведением, а он не хочет менять, потому что для него все нормально. А вот примерно так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!